Добрый день! В эфире Вести Ульяновск. В студии Елена Красильникова. В начале коротко о главном. Очередной скандал в сельхозакадемии. Педагог улечен во взятке. Сейчас выясняются детали преступления. Забота о здоровье. В села выезжают медики, чтобы узнать о самочувствии местных жителей. Так как в деревнях врачи не всегда в шаговой доступности. Русский бильярд сложный и увлекательный. В Ульяновске прошел чемпионат страны, поэтому в виду спорта были и сюрпризы. Эффективность и бюджетных расходов в Ульяновске посвятили форум. Более 400 человек, участников бюджетных дискуссий, обсудили проблемы и пути решения. Форум проходил в два дня. В первый ведущий эксперт Ульяновской области за круглым столом делились наработанным опытом и идеями о наибольшей отдаче расходов. Сегодня, во второй день, состоялось пленарное заседание. На нем подвели итоги и форума, и работы профильного межведомственного совета при губернаторе. Председатель региональной счетной палаты Игорь Егоров рассказал, какие меры уже предпринимаются для повышения эффективности расходов. «Были созданы пять рабочих групп, куда вошли как члены правительства, так и депутаты законодательного собрания, сотрудники счетной палаты, которые сегодня контролируют расходы по пяти ключевым направлениям. Например, отдельная комиссия работает по проверке предложений по осуществлению госзакупок, и эта комиссия ежемесячно экономит даже не сотни тысяч, а порой миллионы рублей». «Мы перешли на программный бюджет, и программный целевой метод, он тоже нацелен на результат. То есть от каждого вложенного рубля мы должны добиться результата. Очень много новых моментов по финансовому контролю. Это и наше распоряжение о неотратимости наказаний тоже в регионах было очень таким большим новшеством. Я считаю, что вот такой форум обязательно нужен, и мы будем продолжать. Кроме вот таких форумов, мы будем наиболее полно проводить публичные слушания по всем нашим этапам формирования бюджета». На форуме было предложено порядка 40 инициатив. Одной из них стало, например, финансирование не учреждения в целом, а конкретные услуги. Эксперты сходятся во мнении, что метод позволит усилить контроль за качеством работы госслужащих, работающих с населением. Все предложения войдут в резолюцию. В ближайшее время ее разместят на сайте правительства региона www.ulgov.ru. В Ульяновске проходит ротация кадров в районах общественных советов, главная задача которых – оперативно сообщать властям о проблемах на местах. Недавно в Засвияжье были представлены кандидатуры, которые станут представителями горожан в советах. Общественный совет Засвияжьего района, по-моему, призван именно для того, чтобы обеспечивать обратную связь от населения и обратную связь от людей, от жителей, о тех проблемах, которые существуют. Меня, в первую очередь, как близкого к экологии, интересуют вопросы экологии, озеленения, благоустройства города. Спорт в массы. Такую задачу ставит перед собой руководитель спортивного отдела МУП «Симберцит» Владимир Шиянов, который также вошел в состав районного общественного совета. Считаю крайне важной задачей сегодня дать детям Засвияжье, вести здоровый образ жизни, заменить улицу им, открыть побольше спортивных секций. Считаю, что общественный совет – очень хорошая площадка будет для этого старта. Это и программа развития инфраструктуры спортивной. Она нам даст открытие новых площадок спортивных детских во дворах. Кроме того, в состав совета вошел чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Николай Фанасенко. Флор Ульяновской области под угрозой. В лесах Индинского района появились вредители, которые поражают деревья. Россельхознадзор вместе с нашей съемочной группой выехал на обследование Индинского района. На вид безобидные насекомые, а на деле – убийцы деревьев. Шелкопряд уничтожил уже несколько гектаров леса. Самый опасный вид – непарный шелкопряд. Шелкопрядов их очень много. В перечне особо опасных вредителей болезней сорняков, который утвержден в 2014 году, внесена азиатская раса непарного шелкопряда. И поэтому мы хотим определиться с конечным видом. Если здесь подтвердится то, что это непарный шелкопряд азиатской расы, здесь нужно будет вводить ограничительные карантинные фитосанитарные мероприятия. Если не отслеживать и не принимать вовремя меры, то лес может исчезнуть за считанные недели. Важно также брать во внимание поставки древесины из других регионов. В ней тоже могут находиться личинки вредителей. Предприятие-поставщику необходимо иметь лицензию для подтверждения качества. Это особо подчеркнул Александр Коннов на заседании в лесничестве Индинского района. Сейчас ужесточились еще и требования к тому, что штрафы растут. В целях исследования были расставлены ловушки, которые помогут определить вид численности вредителя. После этого нужно будет срочно принимать меры по борьбе с ними. Ведь если гусеницы превращаться в бабочек, они начнут неумолимо откладывать яйца, и тогда опасность возрастет. В этом году очень много поступает обращений от землепользователей и от ориентаторов лесных участков. Отмечается вспышка непарного шелкопряда. Мы выехали на место, в лес, и мы видим, какая у нас обстановка. Дубы полностью все съедены, листва все съедены. Дубы шелкопряд уничтожает в первую очередь, затем переходит на березу и так далее. Листва исчезают моментально, деревья стоят голые, как поздней осенью. И, увы, весна для них уже не наступит никогда. Маргарита Захарова, Борис Шевалдов, Вести, Ульяновск. Преподаватель Слихозакадемии обвиняется в получении взятки. Как установлено, сотрудница кафедры финансов и кредит за полторы тысячи рублей ставила положительную оценку студентам, не проверяя знания. Эти данные она затем вносила в зачетные книжки соответствующей ведомости. Факт преступления был зафиксирован и передан в прокуратуру. Ну, надо сказать, что уже это не первое уголовное дело по данному учебному заведению. И складывается такое ощущение, что там в определенное время вообще получение взяток было поставлено на поток. Ну и, соответственно, сразу возникает вопрос, о какого же качества специалисты получали там образование, а, проще сказать, не получали образование. В связи с доказанными обстоятельствами преподавателю предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взяток за незаконные действия. После утверждения обвинительного заключения прокуратуры Ленинского района данное уголовное дело направлено в суд. Госавтоинспекция информирует. За сутки в Ульяновской области произошло 78 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы. Также оштрафовано 17 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. О двух эпизодах сводки происшествия рассказала по телефону инспектора отделения пропаганды ГАИ Наталья Валуйская. 23 июня в 19.05 в Ульяновске на улице Гончарова, 40, по предварительной информации, водитель, женщина 1985 года рождения, не имеющая права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Мерседес», совершила наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 2003 года рождения госпитализирован в больницу. В 22.30 в Ульяновске на улице Минаева, 4, по предварительной информации, водитель мотоцикла «Хонда», не имеющий права управления транспортным средством, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем «БМВ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла обращался за медицинской помощью. На сегодня это вся информация. Удачно вам дня. В Ульяновской области внедряют практику выездных медицинских осмотров на селе. Делают это по поручению губернатора Сергея Морозова. Узкие специалисты обслуживают на дому инвалидов и пенсионеров серьезными заболеваниями. Первыми заботу на себе почувствовали жители удаленных населенных пунктов. Эдуард Истомин подробнее. В селе Ивановка врачебный десант. Сразу семеро докторов спешат к хозяйке этого дома. У Валентины Захаровой немало болячек. Среди них варикоз нижних конечностей. Из-за него трудно ходить на прием к врачам. Зная об этом, доктора пришли сами. Все хороши. Спасибо им большое всем. И что нас старых не сбывают. Ну, конечно, здесь очень тяжело. Здесь же нет ничего. Здесь село какое. Брошено, считай. Анализы крови, измерение давления, электрокардиограммы. И все это на дому. От врачей женщина получила полезные рекомендации. Ей выписали рецепты. Сделали уколы. Узкие специалисты также не обделили вниманием. Осмотр лора органов. У данной пациентки патологии не выявлено. Слух в пределах нормы. То есть носовой дыхание не затруднено. А это уже визитка второй подопечной. У Александра Казянина и также огромный букет заболеваний. Ишемия, артериальная гипертензия, артрозы. Такого не пожелаешь и врагу. Врачи назначили женщине прием лекарств. Препараты обезболивающие с противовоспалительным эффектом. Подсказали и насчет зрения. Опытный офтальмолог измерил глазное давление. Люблю свою работу. Я не потеряю больных. И сама не потеряюсь, и не растеряюсь. Теряться некогда. На попечение бригады 30 человек. Обойти каждого больного большой труд, но на кону человеческие жизни. Ложатся больные некоторые. Отказываются ложиться на стационар. Хотя есть показания, допустим, госпитализации для улучшения состояния. Но они просто в силу того, что отдаленные, не на кого оставить хозяйство. И не на чем, в принципе, добраться до больницы. Они отказываются. Но иногда госпитализации не избежать. В Староманьском районе 12 малонаселенных сел. В основном в них живут пенсионеры. Больше половины из них выездные бригады уже осмотрели. Многим пациентам сделали УЗИ на дому. Если в процессе исследования выявлены какие-то патологические нарушения, требующие экстренной госпитализации, вызывается скорая помощь. И с силами скорой помощи или неотложной помощи непосредственно больные доставляются в лечебные учреждения. Мобильная бригада работает и в других районах области. На данный момент их около 30. Особое внимание люди в белых халатах уделяют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Эдуард Истомин, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Из Староманьского района. В Ульяновской области появился казачий православный центр по Волжье. На его открытие в Староманьский район съехались представители казачьего движения практически всех регионов ПФО. Первый в Приворском федеральном округе. Теперь он сможет объединить усилия. Общин в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, говорят создатели центра. Есть народная мудрость. Центр будет на постоянной основе работать. Здесь на территории есть помещение и работающие зимой без проблем. То есть мы планируем проводить семинары. То есть невыездную в основном работу, координирование действий и вырабатывание планов на будущее. У нас уже запущен с 10 июня казачий православный детский лагерь. Первая смена уже прошла очень успешно. Основной показатель, что дети хотят продолжение, хотят другие смены попасть. Это для нас самая главная оценка. Совсем еще юный казак Илья Сазанов подтверждает слова старших. Приехал в лагерь показать свою силу воли и мужества. Увиденным остался доволен. Тут мы ходили на конях кататься, и развлечения были. Тут и конкурсы разные проводились. Мне понравилось лично. Я хочу на следующий год или в последнюю в этом году, в последнюю смену приехать. Пусть основание этого казачьего центра будет еще одним кирпичиком в твердое основание грядущей славы нашего великого государства. Теперь казачье движение в нашем регионе выйдет на новый уровень. По словам главы региона Сергея Морозова, который сразу после открытия центра провел встречу с атаманами и руководителями общин, в ближайшие месяцы в Ульяновской области будет создан совет по делам казачества. Самих казаков будут активно привлекать правоохранительные и образовательные деятельности. Волжские просторы сменил на набережную Невы. Экс-худрук Ульяновского драматического театра имени Гончарова Сергей Морозов был назначен на должность главного режиссера театра на Литейном. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения. До этого он занимал должность художественного руководителя Новгородского академического театра драмы имени Достоевского. Ранее являлся руководителем труппы Костромского академического театра имени Островского. Чемпионат России по бильярдному спорту прошел на днях в Ульяновске. Кто лучше, выясняли спортсмены из десятков областей. За тем, как разворачивалась борьба, наблюдала наша съемочная группа. 37 спортсменов из 16 регионов страны. Итоги чемпионата стали неожиданностью как для молодых, так и для титулованных игроков. Так известный спортсмен Юрий Пашинский, хотя и являлся основным претендентом на победу, две встречи проиграл и с дальнейшей гонки за медалями выбыл. В Самаре выиграл сейчас в первом августе 10 лет. Есть у игроки 12-14 лет, добивает успех. Уже им дано способности. Практически вычеркнутая на два года из всех первенств, русская пирамида в этом году стала единственной игрой чемпионата России. Жара внесла коррективы уже на нижней сетке, однако больше всего она повлияла на полуфинал. Дебютант чемпионата Егор Плишкин из Екатеринбурга в своем проигрыше отчасти винил именно ульяновскую погоду. Еще одна бронза досталась Вячеславу Смоленинову из Волгограда. В итоге борьба за золотую медаль развернулась между Оренбургом и Пензой. Олег Якурлев с самого начала в ударах был менее точным, за что и был наказан соперником. 0-2. По итогу встречи Оренбуржец увозит с собой лишь серебро. Что-то мешало. Частично столы, сколько я уже сказал. Частично может быть давление, то что финал. Став в прошлом году лишь вторым, Александр Муравьев на этом чемпионате возглавил пьедестал. Хотя финал для Муравьева и не был простым, все же самой сложной игрой чемпион назвал встречу с Пашинским. Готовился, был уверен в себе, но не выиграл давно. Уже года два у меня какие-то вторые и третьи места, и поэтому очень рад, что выиграл. С Пашинским встреча была очень сложная. Ну, Юрий Пашинский, вы все знаете, за поздний мастер спорта. Вот, с ним была тяжелая игра. Играл так хорошо, но никогда в жизни так хорошо не играл. И еле-еле выиграл, поэтому, ну, наверное, вот это отложилось. После торжественной церемонии победители отправились домой готовиться к командному чемпионату мира, который пройдет в Ростове уже в июле этого года. Игорь Котов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Это были главные новости к этому часу. Увидимся в эфире. Одиннадцатый международный телефестиваль «Человек и море» вновь принимает во Владивостоке документальные и телевизионные фильмы и программы. С 31 июля 2015 года документальная маринистика на теле- и киноэкранах Владивостока. Сейчас в Ульяновске 29 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров артутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.